I have ways of blowing things off Здарова, ребятушки! С вами Аладушки И мы с вами продолжаем путешествие По миру фарм Очень странно Я сейчас зашел в игру И еще не зайдя в саму игру Даже не оказавшись в основном меню Там шла только заставка Компаний, которые Делали эту игру Еще даже не появилось основное меню Мне вылезла ачивка на парах Знаете, когда Пустой топливный бак И Ты продолжаешь двигаться Исключительно на бензиновых парах То же самое и здесь То есть было написано Вон Фьюмс С чего такая ачивка И почему Самое интересное Почему такое странное расположение Не подождали, пока я вернусь в игру Или что такое Прям вот Пошла первая заставка И на тебя ачивка Сходу Может это что-то новое Не знаю Начинаем мы С такой более-менее положительной ноты Кстати, наверное, я бы сказал Мы приземлились Приподнились Я буду время Поглядывать на радар Там Какие-то колонии животных На заднем фоне Не колонии Непонятно что Там ящик С этим ящиком я, наверное, ничего не могу сделать Он На заднем фоне находится Я туда не могу попасть Ну, зончик потихонечку успокаивается Мы движемся Там какие-то цветы, смотрите Растения Почему у меня двигатель выставлен на задних А, ну, возможно, потому что я маневрировал Сейчас я его как минимум на стоп-машину поставлю Почему вот так присматриваться Я все так же, пожалуй, задаю сейчас вопросом О моих целях в этом путешествии Мы все-таки, наверное, хотим найти какую-то колонию живых людей Жизнь, возможно, какую-то другую Не знаю О чем у нас начать начинается Сейчас посмотрим, что тут и как Радар пока говорит, что ничего нет Вот это цветы Но такое ощущение, как будто это не цветы Как будто мусор Блин, а мы сейчас не запутаемся в нем случайно? Да, ночь начинается Радар включился Ну-ка, что он нам покажет? Прямо перед нами какие-то две вещи И сохранение прошло Так Ну, опять же, вещи перед нами и над нами Значит А, ну вот Вот оно и есть Парус, наверное, мы уберем Я не знаю зачем Но я его уберу Хорошо Что внизу? Внизу, кстати, темно Я могу тут всплыть Что мне радар показывает? Ну-ка Одна вещь чуть-чуть дальше Перед нами чуть-чуть выше Одна очень высоко Хорошо Я думаю, что вот здесь будет первая вещь Где-то валяться Угу Я пока еще не знаю, зачем оно мне Что это такое Поехали заберем Так, ты у нас Ты у нас топливо, что ли? Ну-ка Да А это, знаете Это случайно не похоже на тот тип двигателя Который у нас Ой, там птица Птичка Она улетает Не хватает тебе топлива, да? То есть тебе два надо? Ну, судя по всему, да Из того, что он заполнил половину Давай, кушай Вот, теперь он заполнил все Я думаю, теперь эта кнопка сработает Но А, это маяк Вот для чего оно нужно было Теперь у него тут рычажок наверху надо двинуть Там есть еще одна кнопочка Сейчас посмотрим Я не управляю Люди Ну, по крайней мере, там был дым Значит, что-то говорит Еще одна птица сверху Вы посмотрите, какая-то система Во-первых, три аэростата взлетели с дополнительным освещением Чтобы нас было подальше видно А во-вторых В-третьих Не знаю В которых Так, я А я тут уже ничего не делаю, да? Ну-ка, отпусти А выйти могу теперь только в эту сторону А во-вторых, смотрите, сколько тут линз Я думаю, что эти линзы Ну, изначально были сделаны для того, чтобы их подставлять И увеличивать Или у... Или сфокусить Да? Ачивка Знакомый звук Вот у нас все и разрешилось Мы все это время играли не за фар Мы все это время играли за другого персонажа В принципе, наверное, это логично Хорошо, что я матч-то убрал В принципе, это, наверное, логично Потому что, ну, вот это вот парень-девушка Наверное, парень тогда, что ли Не особо похоже на фар И знаете что? Просто всю прошлую игру мы ехали слева направо И в этот раз мы тоже путешествовали слева направо Что, как бы, нам намекало на то, что мы идем дальше А на самом деле мы все это время шли навстречу И вот тот дым на берегу Это и есть фар И она, она нас ждет И вот этот вот звук, сигнал, который мы сейчас Подали Это как раз тот самый звук, который фар Услышала в конце прошлой игры Мы сейчас с ней встретимся Но это Очень много что объясняет И насчет наших конечных целей игры И насчет того, кто мы И насчет того, куда мы плывем И кого мы ищем И где еще есть жизнь И очень, очень, очень много чего объясняет Ох, как непривычен-то на все смотреть с другой стороны Ну что ж Фар, вот мы и встретились Ну, тогда получается Нас тут осталось как минимум двое Ветер у нас еще есть, нет? Нет, погоди А, он в эту сторону дует Значит, вот так надо Да Мы наш корабль с этой стороны ни разу не видели Как все-таки все приятно переплелось И все те мои вопросы, которыми я задавался Получается Получается Остались Ну, мы двое По крайней мере на этой части Земли Если это земля Хотя, наверное, это не земля Ну, короче, не важно Она проехала очень большую часть по суше Мы преодолели огромную часть по морю По океану И вот мы встретились посередине Знакомый звук Вот название ачивки Знакомый звук, наверное, мне больше даже сработал, чем сам звук Да, вот как-то вот так вот странно, наверное, устроена моя голова Мы причаливаем Уже я тут ничего не делаю Все, у меня камера отобрали Вон наш око-мотив Нет Око-мотивушка Ну, наверное, с другой стороны Она не использовала его, чтобы там жить Потому что там Это все случилось в тот же день Когда она потеряла ако-мотив Да, вот фар Кто тогда наш герой нынешний? Надо будет как-то почитать Прибытие, да Мне показывают Ачивочку еще одну Я... Нет, я не могу двигаться Хорошо Ну что ж Добро пожаловать на борт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я теперь понял, откуда название ChangeTides Меняем сторону Изменение стороны Потому что всю Игру мы плыли в противоположную сторону Смотрите, показывает, как фар к нему поднимается по лестнице мне почему-то частично грустно из-за того что мы опять увидели нас предыдущий акомотив в таком состоянии но он уничтожен и нам то нам приходится его бросать я понимаю что им есть где жить и все кстати я что-то даже не осознала настолько привык к размеру нашего корабля что я не осознал насколько он больше акомотива то сразу два получается больше на него жизнь нижняя ну да она изначально выглядела примерно так же что двигательный отсек нижняя палуба все но погодите вы что заберете акомотив с собой можете его починить сейчас посмотрим если будут по картинкам потому что у него же от него осталась половина его разорвало напополам осталось только передняя половина с жилым отсеком вот с парусом насчет двигателя не помню в каком бы сэмпом до двигатель был уже в нерабочем состоянии у него оставался только парус мне интересно посмотреть что будет дальше какая игра какая игра да прикиньте мы забрали его с собой мы погрузили его на корму смотрите и забрали с собой возможно мы сможем его где-то починить поскольку у нас остались еще ремонтные станции у нас остались и детали запчасти и вот почему у нас корабль в два раза больше акомотива чтобы у нас было палуба куда мы могли бы его погрузить мы не сможем наверное погружаться под воду с ним но все же ладно ладно все мне мне больше не грустно мне хорошо я доволен как слон ай какая игра какое ну знаете из этого выражения ролик ролик ракосов эмоций я не знаю как карусель карусель эмоций я не знаю как это правильно перевести но это как раз то что делает с вами играть тебе одновременно и и эпический дух захватывает и страшно и клаустрофобия и раздумья и опасность короче я не знаю она игра просто до безобразия проста но она вызывает столько эмоций по сути все что мы делаем в нашей жизни она делается для эмоций эта игра справляется с этим буквально на сто процентов просто вот это гениально эта серия эти две игры я не знаю будет ли продолжение чисто логически нет и я не увидел никакого крючка здесь опять же сейчас смотрим титры потому что в прошлый раз у нас был крючок в виде гудка а здесь у нас даже сцена после титров где нам показано что они встретились что они забрали акомотив что они уплыли в закат опять же неизвестно что с цивилизации найдут ли они хоть одного живого человека в принципе в нашем мире еще но их двое им есть где жить им есть что делать тоже акомотив ремонтировать я вам ребятушки очень рекомендую обе эти игры я знаю что за второй проход за вот это прохождение второй части я под накидал немножечко спойлеров с одной стороны с другой стороны ни один из них на мой взгляд не критичен и если вы будете играть сами первую часть вас удивит очень много чего очень много поэтому я вам рекомендую купить обе части по моему они если я не ошибаюсь до сих пор идут бандлом если по моему раньше они точно были бандлом продаются они совершенно недорого но те эмоции которые они вам подарят они просто несравнимы сколько мы часов провели в игре в эту игру нам будет посмотреть они примерно по длительности наверное одинаковые получается в сумме не так уж и много но это время просто незабываемо это те игры которые остаются у вас в душе как вот эталон того как оно должно быть и наверное пока что это тянет на одну из самых лучших игр этого года у нас было много очень много классных игр вот например с прошлого года когда я думаю про игры мне почему-то первое в голову лезет the store по атмосфере по геймплею а вот за этот год пока что наверное вот эта игра мне вызвала самые сильные эмоции самое такое большое желание и я ее перепроходить буду сто процентов просто для себя чтобы перепройти ее молча не на канал для того чтобы ощутить все то что игра заложила в себе все то что я должен ощутить несмотря на то что болтал без умолку все мне удалось ее прочувствовать но я хочу потом перепройти для себя и что же раз у нас была коллекционка к первой части я буду ждать коллекционка ко второй части я надеюсь она когда-то появится и мы на нее тоже немножечко обзорчик заклепаем это так мой задел но дальше я не знаю наверное эта серия игр заканчивается это не грустно потому что у каждой хорошей истории должно должен быть какой-то хороший финал это много раз уже говорил так же это было про hotline майами которые было только две части иногда чтобы история стала легендарной она должна вовремя закончится а не превратиться в какого-то живого мертвеца который продолжает дойти за денег поэтому я вижу что как по мне это эта история закончена сейчас если нам не закинут какую-нибудь интригу в конце пока что это все выглядит как все вот и такой шум волну успокаивающий в конце такой музончик хорошо сидим рассуждаем ладно ребятки давайте я нажиму на паузу потом посмотрим что будет в конце да ребят в конце все таки ничего нет у нас есть только вот загрузкой новая игра и загрузка нам показывает последнее сохранение как раз до того как мы направились к берегу ну тогда все выходит что с этим миром мы с вами пока что прощаемся пишите как вам смогли ли вы прочувствовать все то что здесь происходило и нравится ли вам такой жанр игр когда геймплей поровну поделен с атмосферой также так скажем пишите ваше мнение ваши комментарии было бы очень интересно послушать почитать что вы об этом всем думаете потому что на мой взгляд игрушка просто шикарная я повторяюсь я сказал это миллион раз но я об этом не жалею поэтому все ребятушки на этом будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра поправа всем молодушек всем покеда и